ПЕСНЯ Тьма пришла в города, и закрылись у первенцев веки, и болотом гниющим озерное сделалась гладь. Тьма египетская, казни египетские. Что стоит за этими выражениями? Рядовые бедствия, которые богатая человеческая фантазия превратила в глобальные катастрофы, или реальные события, происходившие на Земле тысячелетия назад, которые человеческая память удержала в течение многих веков? Могут ли эти катастрофы повториться сегодня? Именно это тема нашего разговора. Если не верить Библии, то примерно три с половиной тысячи лет назад случились катастрофические события, известные как десять египетских казней. Вода стала кровавой и непригодной для питья. Миллионы жаб и лягушек вышли на сушу. Гнус напал на людей и на скот. Весь скот заболел чем-то вроде сибирской язвы, и люди были покрыты нарывами. Ветер принес саранчу, с неба падали град и огонь, наступила кромешная тьма, и гибли дети по всей стране. Согласно Библии, казни эти, наказание египтянам за то, что те долгие годы удерживали евреев в рабстве. Однако многие ученые сегодня считают, что каждый из этих казней может найти вполне разумное объяснение с позиций современной науки. 19 августа 1973 года в больнице Петропавловска-Камчатского поступило несколько человек с тяжелыми отравлениями. Пострадавшие говорили, что они ели собранных на берегу Авачинской бухты Мидии. Тогда же, в 70-е годы, во Флориде, океан неожиданно выбросил на пляжи десятки миллионов тонн мертвой рыбы. Экономике был нанесен огромный ущерб. Пляжи, в частности во Флориде, были буквально забиты остатком разлагающейся рыбы. Удивительно другое. Вода окрасилась в кровавый цвет. Это дало основание американским ученым заново взглянуть на известную библиотскую легенду о десяти египетских казнях. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речную пред глазами фараона и пред глазами рабов его. И вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река воссмердела. И египтяне не могли пить воды из реки. И была кровь по всей земле египетской. Вода стала непригодной для питья и приобрела цвет крови. Ученые считают, что это можно найти объяснение, и что в Библии описан так называемый красный прилив, явление, известное людям с древности. Мы знаем, пруды цветут. Цветение пруда – это значит, зеленые водоросли развиваются. А там красные водоросли, которые выделяют токсины. Водоросли – динафлагеляты. Красные приливы – это сейчас стали они бедствием. По побережью Китая 36-38 красных приливов в течение года. Итак, красные приливы, на пасти, о которой ученые всерьез задумывались около 30 лет назад. Что это такое? В действительности, это тоже цветение водорослей. В какой-то момент динафлагеляты, маленькие водоросли, начинают ламинообразно размножаться, и их становится так много, что вода приобретает кровавый оттенок и начинает весьма неприятно пахнуть. Во время цветения биомасса этих же водорослей повышается просто на порядке. Как пример, обычный водоем, количество водорослей, где-то примерно 250-300 грамм в кубическом метре. При цветении биомасса этого объема, кубического одного метра, может составлять до нескольких килограмм, 7 килограмм или более. Но когда эти водоросли скапливаются на поверхности, то биомасса одного квадратного метра поверхности воды может достигать 40-50 килограмм. Ничего необычного в этом явлении нет. Многие народы к нему привыкли. Например, американские нтийцы с давних времен не употребляют в пищу моллюсковую морскую рыбу, когда начинают цветение водорослей. Они даже стараются лишний раз не подходить к дурно пахнущей воде. Сейчас мы знаем, что безобидные на вид водоросли могут вырабатывать смертельные яды. Токсичны даже самые привычные нам сине-зеленые водоросли. А в море яд могут выделять денофлагелляты и геатомовые водоросли. Существуют еще бентесные денофлагелляты, которые могут выделять страшные токсины, в частности, сегуатера. Тошнота, потеря памяти и так далее. Многие денофлагелляты приводят к параличу. Токсины, выделяемые водоросли, могут вызывать диарею, блокировать нервные импульсы в организме. Каждый год таких отравлений погибают люди. Но самое неприятное, что эти яды накапливаются в организме и приводят к различным болезням, вплоть до рака. Токсин – это органическое происхождение. Это какой-то гликопартеид, наверное, токсический. Но по некоторым данным он вообще-то сильнее, чем токсин змей. И, естественно, если водоросли все время растут или разлагаются потом, то они выделяют от токсины, постепенно происходит отравление всего водоема. Стоит помнить о такой угрозе, когда в дальних странах нас так и тянет попробовать местную экзотическую кухню. Или, например, назвать рыбой моллюсков самостоятельно, как любят делать дикари на берегу Черного моря. Романтика может обернуться серьезным отравлением. Надо сказать, что любители морепродуктов могут спокойно приобретать и меди, и устриц в магазинах, потому что во всем мире существует система строжайшего контроля за содержанием токсинов. В целом, меди и устрицы, они, конечно, страдают от так называемых красных приливов, но их организм довольно быстро очищается от токсинов. Опасность состоит в том, что если человек не знает, когда цветут водоросли, и начинает ловить меди в воде непосредственно, добывать и их поедать, вот тут могут быть проблемы. Не стоит думать, что красные приливы – это беда, которая нас не касается. Водоросли, динофлагелят есть в Черном море. Такие явления наблюдали даже в Балтике. И все же вернемся в Египет. Действительно ли в Библии описан красный прилив? Было ли это цветение воды в Ниле или что-то иное? Для Нила не характерно цветение. Для других водоемов характерно, для Нила нет. Есть предложение, что Нил на определенном этапе был, в общем-то, обогащен водами моря. То есть Нил поднялся, и морская вода, по сути дела, зашла в историю. То есть Нила. И что получается? Вода стала соленой, могли, безусловно, быть, соответственно, и в Ниле формы водорослей уже морские. Может быть, такое могло быть. И так это явление могло стать началом серии катастроф, вполне достойных считаться величайшим экологическим бедствием. Или величайшим чудом и божественным вмешательством. Что такое природа? Это слепое стечение каких-то внешних обстоятельств? Либо это глубокие законы, которые Творец погрузил в природу? Потому что на иврите природа называется Тева. Тева – корень слова «того», погруженный. Те законы, которые поместил Творец в творение. И тот, кто сотворил и установил эти законы, он может их и изменять. И изменение этих законов – это и называется чудо. «Простри руку твою с жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Аарон простер руку свою на воды египетские. И вышли жабы, и покрыли землю египетскую». Представим, что эта земля вдруг оживает и начинает шевелиться. Повсюду, в домах, на улицах, полщища жаб. Случается, что жабы лягушек приносят смерч, всасывает целое озеро со всеми его обитателями. Другой вариант, что вот эта отравленная вода, может быть, она от развития красного прилива или чего-то еще, от отравления каких-то вод, но лягушки в море не живут, они живут только в пресной воде. Значит, может быть, отравление каких-то вод было, и лягушки, спасаясь от этого какого-то отравления, бросились все лягушки в дельте Нила и, в общем, в Ниле бросились на берег. Тогда это тоже будет такое своеобразное нашествие лягушек. Надо сказать, что лягушки и жабы – это показатели хорошего состояния окружающей среды, потому что они живут только в чистой воде. Через влажную кожу этих земноводных в организм легко попадают все растворенные в воде вещества. Когда водоемы загрязняются, тысячи жаб и лягушек покидают их в поисках спасения на суше и погибают там. В этом причина двух следующих египетских казней. Вот как они описаны в Библии. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную. И явились мошки на людях и на скоте. Я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои пёсьих мух. И наполнятся дома египтян пёсьями мухами. И самая земля, на которой они живут. Тучи насекомых в воздухе, на людях и на животных. Картина вполне знакома и всякому, и в первую очередь мне, которому доводилось бывать часто в летнее время в тундре. Знаменитая Машкат, которая не от спасения. Откуда такие насекомые вдруг появились в Египте? Американские исследователи предлагают даже несколько объяснений. Погибшие земноводные служили отличной средой для размножения насекомых. Или же перестали выполнять свою роль естественных регуляторов численности комаров. И всё же наши учёные сомневаются во взаимосвязи этих событий. Выплоды комаров, выплоды мух, клещей, вот этой всякой, извините, дряни, и сейчас наблюдаются в определённые сезоны, в зависимости от экологической обстановки. Поэтому здесь тоже нет ничего удивительного, что появились мохи. Объяснять эти явления можно по-разному, но до сих пор животноводство страдает от подобных напастей. Бывают годы, когда крупный рогатый скот истощается и гибнет только потому, что животных одаревает огромное количество слепней. Впрочем, есть и другой взгляд на все эти события, весьма отличающийся от материалистического подхода. Первые три удара. «Дам цфарде кинем» – «Кровь, лягушки, пши». В чём было назначение этих трёх ударов? Для того, чтобы ты знал, что я творец. Так написано в тарифе. Как можно объяснить это каким угодно природным явлением? Это явное вмешательство творца в этот мир. Рука Господня будет на скоте твоём, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах. Будет моровая язва весьма тяжкая. «И сказал Господь Моисею и Аарону, возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской». Ещё две казни, одна страшнее другой. Как можно объяснить это? Не состоит никакого труда объяснить это так же, как и все прочие эпидемии. В древности люди были беззащитны перед болезнями, от чьей мы погибали целые города и страны. Сибирская язва губила и продолжает губить скот. И это далеко не все болезни, о которых мы с вами знаем. Появилась моровая язва, предположим. Я думаю, если поражает и человека, и крупных животных сельскоясных, то это может или сибирская язва быть, или чума бубонная может быть, или какая-то другая болезнь. То есть здесь тоже абсолютно никаких удивительных вещей я не вижу. Осталась память о страшном заболевании под названием английская потница. Надо сказать, что ничего общего с довольно безобидной, известной нам детской потницей это заболевание не имеет. Смертность от него была стопроцентной. И микробы этой болезни до нашего времени не дошли. Осталась только злая память. Но опасных заболеваний и сейчас хватает. Хуже того, теперь они могут стать бактериологическим оружием. Самое страшное, это сейчас, если биотеррористы используют вирус натуральной оспы. Он хранится в Соединенных Штатах официально. И у нас, в одном из институтов. Но есть сведения, что он подпольно хранится где-то в арабских странах. Это американцы разведданные дают. Если, предположим, где-то, ну, метро распылят из болотчика, то это будет похлеще атомных бомб. Творец создал человека со свободой выбора и с великой тягой к постижению. Он дал ему мудрость и дал ему возможность подчинения и использования природы. Но мы сами с вами знаем, как человек использует эту возможность. Вообще, если задумываться о биотерроризме, то описанные в библии казни вполне подходят под это определение. Люди в древности не умели лечить эпидемии, зато они с легкостью умели их вызывать. И нередко осаждающие пользовались этим, подбрасывая трупы, зараженные животных и людей, в осажденную крепость. Этим они не только пытались сломить дух осажденных, но просто и вызвать там эпидемические заболевания. И именно так в 1324 году в Крыму была взята войсками Золотой Орды знаменитая геннесская крепость Кафа, ныне Феодосия. Кстати, именно с этого времени начинается распространение чумы в Европе. «И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской». И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской три дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня. Надо сказать, что обе эти основные египетских казни, тьма египетская, превращение воды в кровь, достаточно просто можно объяснить с патицией вулканологии и геологии, как результат чудовищного извержения, длительного извержения какого-то вулкана, потому что это пепел, закрывающий солнце, и выброс пепла сопровождает заболачивание всех водоемов и почв, и быстрым развитием разнотворной бактерии, в том числе и красноцветной. Но где найти такой вулкан? Там ведь сказано так, в Библии совершенно точно, что гора Синай горела огнем, из нее подымался огонь и дым, и вся местность вокруг горы сильно колебалась. То есть нормальное классическое описание того, что наблюдается при извержении. И этот текст повторен многократно и в Библии, и в Евангелии. Собственно говоря, с этих позиций, по сути дела, Моисей является первым вулканологом, потому что он поднялся на вулкан во время извержения. Но вулканов в этом районе достаточно много. Во-первых, южнее Египта, в Эфиопии, гора Рарат, Эльбрус, Армянская Нагорье, все это вулканические активные зоны. И по экологическим меркам вулканицах там был совсем недавно. Но, возможно, причина отравления воды, и знаменитой тьмы египетской из-за огромного количества выброшенного пепла и огненного града стало катастрофическим извержением вулкана Санторин. Долгосрочное извержение, о котором мы с вами уже говорили. Но не исключено, что, конечно, какое-то влияние оказывали более ближние вулканы, в частности, на горе Синай. Над горой Синай подымалось облако дыма и огня, пламени, сопровождавшиеся непрерывным трубным гудением, грохотом, громы, молниями и сильными, то есть ощутимыми, землетрясениями. Указанная картина вполне типична для эксплозивного взрывного извержения. В этом году, наверное, мы поедем работать и посмотрим, потому что тут тоже может быть вопрос такой, что вот это ли гора Синай, или какая-то горка рядом стоит. Исследователи вулканологов могут не только уточнить библейскую географию, но и дать окончательный ответ на вопрос историков, когда же происходили те события, которые так подробно описаны в Библии. Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. В 1928 году в Лондоне был создан специальный противосаранчевый центр. Правда, это не помешало саранче осенью 2004 года уничтожить посадки картофеля на Кипре и в Греции. За три недели насекомые успели нанести серьезный урон сельскому хозяйству Ливана, Египта, Сирии и Израиля. Саранча – это то бедствие, с которым человек сталкивается тысячелетия. Он так и не научился бороться. Помните знаменитые строчки Пушкина? Саранча летела, летела и села, сидела, сидела, все съела и вновь улетела. Хотя с большей степенью вероятности мы сегодня можем его предсказать. Есть довольно развитая система предсказаний. Исходя из того, что есть цикл биологический, что одни виды через 23 года появляются на свет, а мы знаем, что есть поколения более обильные и менее обильные, что когда-то, скажем, 200 лет назад, в какой-то был очень благоприятный для размножения год, появилось очень много. И это поколение долго-долго будет прослеживаться, так же, как эхо войны. Нашествие саранчи связывает и с солнечной активностью, и с изменениями климата. И все равно каждый год орды саранчи приносят миллионные убытки. Правда, возможно, что миграция саранчи – необходимая часть круговорота веществ. Академик Вернадский подсчитал, что туча саранчи, 2,3 километра в длину и около 10 километра в ширину, приносит с места на место столько же металлов, сколько было добыто человечество на весь 19-й век. Даже самые смелые научные теории не могут заставить человека привыкнуть к таким бедствиям, как нашествие саранчи или потере урожая, даже если это происходит из года в год. Однако нашествие саранчи оказалось далеко не худшим из тех бедствий, которые еще ожидали египтян. «Полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота». Кто может знать, из какой капельки рождается первенец, а из какой другой? И то, что погибали первенцы, первенцы от матерей, первенцы от отцов, первенцы животных, это не была сплошная эпидемия. Тот, кто владеет всем миром, владеет и управляет всем миром, он точно знает и направляет тот удар, который обрушился на Египет. Смерть первенцев, самая страшная египетская казнь, десятая, последняя. Смерть детей, смерть животных. Что могло стать причиной этой катастрофы, от которой плач стоял по всей египетской земле? «Есть целая группа детских инфекций. Кори, дифтерия, краснуха и так далее. Они существуют и сейчас. И мы сдерживаем эти инфекции благодаря прививкам. Но тогда-то прививок не было. И вот я вам должен привести такой пример. Вот в тех странах, где сейчас против кори не прививают, вы знаете, сколько гибнет младенцев? Три миллиона вот сейчас гибнет. Страшные цифры. Три миллиона человек. Это же все население Новосибирска и Нижнего Новгорода вместе взято. Это происходит в 21 веке. Что же тут говорить о том, что творилось тысячи лет назад? Наука находит вполне разумное объяснение 10-й, последней египетской казны. Дело в том, что можно предположить, что боясь нашествия саранчи, египтяне раньше сроку убрали урожай. И поэтому зерна были незрелые. И стремясь, как всегда, наканулись, в первую очередь, младенцев, они их погубили. Отсюда мор младенцев. Есть и другое объяснение. Именно младенцы являются наиболее чувствительными и уязвимыми в случае возникновения массовой эпидемии. И все же самая логичная научная теория не дает ответа на главный вопрос. В чем же смысл 10-ти казней, постигших Египет? И сказано так, что все удары, которые обрушились на Египет, это было мако-верафо. Это были удары, обрушивающиеся на Египет. И это был курс лечения, возвращение к вере, возвращение к знанию еврейского народа. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Дети страшных казней покарали только египтян. Народ Израиля они не затронули. Почему это так, современная наука пока не знает. Важнее другое. Бедствие, аналогичное этим казням, происходит и сегодня на поверхности нашей планеты. И мы должны постоянно помнить, поскольку чаще всего мы сами виновники этих бедствий, что каждую минуту природа или Бог могут воздать нам мерой за мерой. Что готовит нам в гневе природа жестокая покли? Тьма становится гущая, и сердце стучится в груди. И мерцает на небе созвездий ночной иероглиф, Возвещая живущим, что казнечил впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова